В случае Анастасии иначе как фарт не назовешь. Девушка одна из немногих, кто вспоминает начало роста цен на недвижимость с радостью. Несколько лет они семьей жили в однокомнатной квартире. В апреле прошлого года решили расширяться, планировали брать ипотеку. На тот момент средняя рыночная цена на квартиру в 32 квадратных метра стоила в районе миллиона 400 тысяч рублей. У нас риэлтор приехала и говорит, будем выставлять за 2 миллиона почти. Я думаю, да как так? Цены видели в принципе на недвижимость. А на нет, вот мы будем ставить так. Я думаю, ну хорошо, выставляем за 2 миллиона. У нас не проходит месяца, находятся покупатели. После успешной сделки тут же нашли трехкомнатную квартиру в том же районе. Попадаем на старые цены, то есть еще не все компании, даже у нас риэлтор была частная, не все агентства недвижимости даже еще подняли цены. Мы получается забрали трешку за 2,5 миллиона, когда сейчас на момент у нас стоит 4 миллиона. То есть мы еще и сторговались с агентской конторой. И вот после этого уже через месяц полностью цены выросли на всю недвижимость. И все же тех, кого за облачные цены на недвижимость лишили возможности обзавестись новым жильем в разы больше. В социальных сетях возмущенные барнаульцы продолжают гадать, чего ждать дальше. Снижение цен или рост все-таки продолжится. К жаркому обсуждению подключаются и жители других городов края. Недоумевают, как жить, если взнос за ипотеку теперь равен зарплате. Ау, люди, вы зарплаты видели? У нас в Новоалтайске однушка 3 миллиона. Не пойму, что творится с ценами. Такое чувство, что все сошли с ума. Цены сравняли с мегаполисом. Тем не менее, барнаул с низким уровнем зарплат. Вот бы зарплата так росла. Январь 50 тысяч, февраль 75, март 130. Когда в городе за неделю квартира возрастет на 600 тысяч рублей, это не норма. В Барнауле не должно жилье столько стоить. Специалисты отмечают, на сегодняшний день ситуация на рынке недвижимости действительно критичная. Квартиру в ипотеку однокомнатную за 2 миллиона рублей, из которых платеж по ипотеке составлял бы у меня 10-12 тысяч рублей. Но я бы жила в своем жилье. То сегодня такая квартира стоит 3 миллиона рублей. Я должна буду платить 23 тысячи рублей за ипотеку. Соответственно, мне проще снимать за 15 тысяч, 18 тысяч рублей. Это мне дешевле будет, чем я буду платить ипотеку плюс коммунальные платежи. Вот только с таким спросом на аренду ее стоимость тоже растет. Причем цены на квартиры в старых домах почти не уступают предложениям в новых. Будут ли расти цифры с нулями и дальше, точный прогноз специалисты давать не спешат. Говорят, будущее рынка недвижимости будет зависеть от спроса и уровня инфляции. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком.